Здравствуйте, друзья! Вы находитесь на канале магазина самогонных аппаратов Колбы. Меня зовут Рудов Сергей, я руковожу обучение в нашей компании, а также веду для вас этот YouTube-канал. Не так давно мы делали молочный стаут, и сейчас пришло время его попробовать. На карбонизации он простоял около двух недель, одну неделю на брожении, и сейчас мы вскроем одну бутылочку и попробуем. Остальные я, наверное, вскрою попозже, потому что чем лучше, чем дольше пиво зреет, тем, соответственно, оно будет вкуснее. Сейчас будет ранняя дегустация для того, чтобы понять, что из этого у нас получилось, какой вкус у нас получился и вообще получился ли у нас этот напиток, потому что даже один комментатор писал то, что пиво, если его так сварить, оно просто умрет. Я не понял, что это значит, но да ладно. Посмотрим, мертвое пиво здесь, живое здесь пиво. В общем, посмотрим, какой вкус, какой аромат, получился ли у нас вообще молочный стаут, та самая консистенция, которая нам нужна, тот самый цвет, тот самый вкус и аромат. Итак, давайте вскроем бутылку. Вскрываем аккуратно, потому что, возможно, она сейчас брызнет. Так, повезло. Ничего не брызнуло. Давайте нальем. О, консистенция такая тягучая. Смотрите, какая пена. Вау. Вау. Пока что на вид это как раз именно тот напиток, который я и ждал. Что по аромату? По аромату хмель, некоторая сладость. Ну, хмель такой, знаете, не сильный. Больше сладковатый. Горечи в аромате вообще нет. Как будто какое-то яблоко чуть-чуть и мед. Прикольно. Как будто немножко медовухой отдает и немножко отдает вот такой вот яблочной свежести. Ну, давайте попробуем. Да, это молочный стаут. Он получился. Он плотненький благодаря лактозе. Цвет достаточно черный. Плюс во вкусе чувствуются жженые салада. Чувствуется то, что должно быть именно в стауте. То, что присуще именно стауту. И самое главное, есть необходимая лактозная сластинка, необходимая лактозная тягучесть напитка. В общем, все, что нужно, все получилось. И на вкус это пиво достаточно живое. Не скажу, что я его убил. Вы сами могли наблюдать, как оно наливалось. В общем, пиво полностью получилось. Я представляю, что будет с ним через месяц или через полтора-два. Это действительно классное пиво. Поэтому для тех, кто хочет узнать рецепт, обязательно оставляю вам подсказку в правом верхнем углу. Для того, чтобы вы могли перейти и посмотреть, как на пивоварнях мельницы мы сварили этот молочный стаут. Пиво просто кайф, друзья. Просто бомба. Это именно то, что я люблю в молочных стаутах. То, за что я их люблю, то я и сделал. Ваше здоровье, друзья. Спасибо за внимание. Если кто-то хочет узнать рецепт, как я уже сказал, все здесь. Все ссылки я оставляю в описании. А у меня на этом все. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok